Друзья, всем привет! Давненько меня не было, мало видео выпускаю в последнее время. Ну, как бы не об этом речь. Сейчас вот возвращаюсь из Москвы, еду в машине, никого не трогаю. Вдруг поступает звонок. Ну, с московского номера, да, беру трубку, и девушка представляется сотрудником Сбербанка, якобы с моей карты происходят какие-то мошеннические действия, в общем, какой-то кредитный отдел, на мое имя оформлен кредит и так далее и тому подобное. Я записал этот разговор, ну, собственно говоря, послушайте, что там было. Нас следствия ждает выдачи. Карта для заседания детишных спецданово кредитования. Была выбрана карта стороннего банка, то есть карта ВЗБ банка, имя Владимир Павлович Мельник. Вам известен такой человек? Нет, неизвестен. Ага, хорошо. Также мы зафиксировали посторонний вход в ваш личный онлайн кабинет. Как нам известно, вы проживаете в Турцкой области, деревня Азаровска, а доездка поступила в город Санкт-Петербург. То есть был зафиксирован несанкционированный вход в ваш личный онлайн кабинет. Так. Чтобы вы не выплачивали денежную сумму нашему варку на протяжении длительного времени, мне необходимо будет вас переводить на старшего специалиста, чтобы он вам помог отменить данную заявку. Так как если ее не отменить, денежные спецдва могут поступить на карту третьих лиц, то есть кредитование будет чисто за вами, но денежные спецдва вы не получите. Нам нужно избежать этого. Поэтому нужно отменять данное кредитование. Чтобы его отменить, вам необходимо пообщаться с старшим специалистом. Так. Прежде чем я вас переведу на старшего специалиста, вам необходимо пройти верификацию, то есть подтвердить вашу личность как владельца личного онлайн кабинета. Подскажите, вы верификацию ранее проходили? А что это такое? Подтверждение личности как владельца личного онлайн кабинета. Ваше установление может быть утеряно, либо же украденное, которое так происходит именно по устройству. Я тоже не могу быть уверен, что я общаюсь с представителем банка. Алло. Алло. По какой причине произошел обрыв на линии? Откуда же я знаю, по какой причине произошел обрыв на линии? Ну вы рассоединились? Я не знаю, связь может прервалась. Хорошо. Подскажите, каким образом вам будет легче против верификации? По номеру финансового договора он специально создан для верификации. И если же на данный момент у вас нет доступа к договору, то верификацию можно пройти другим способом. По номеру любой действующей карты. Это реквизит для пополнения. И он нанесен на лицевую сторону пластика. На пластик конфидентальную информацию не наносят. Подскажите, каким образом вам будет легче пройти верификацию, чтобы я вас перевела на старшего специалиста? Девушка, давайте закончим этот цирк с конями. Вам же самой смешно было, да? Поржали там, когда мне рассказывали всю эту историю. Давайте не будем вот этой вот ерундой заниматься. Никакого карты Сбербанка у меня нет. Вы там владеете какой-то информацией, что я проживаю где-то там в Тульской области? Отлично. Но я вас поздравляю, у вас данные неверные. Ебать, чувак, тебе пизда нахуй. Я, блядь, знаю, где ты живешь, блядь. Видят, у меня адрес твоего дома есть. Я тебе приеду, ступа тебе, к тебе число зоя болею нахуй. Да что ты говоришь? Вот так вот, друзья. Вот так вот сейчас работают товарищи. С разных номеров звонки поступают. Но, видимо, это там несложно все делается. Есть специальное такое устройство, которое выдает тебе любой номер. Но суть не в этом. Суть в том, что у товарища есть мои персональные данные. Связь прервалась, к сожалению, на тот момент. В общем, я уже доехал, да, все хорошо. Ну, ребята работают, и у них есть многие наши данные. Поэтому будьте бдительны, не поддавайтесь на подобного рода уловки. И банковские работники никогда не звонят сами по подобного рода вопросам. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. Ну, а если вы, ребята, будете смотреть это видео, те, кто звонят, вам это все воздастся в 100 крат. Всем удачи, будьте внимательны еще раз. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok